Столичная школа номер 61 признана победителем федерального конкурса проектов в сфере патриотического воспитания. Его организатор – Министерство просвещения России. Учебное заведение создаст интерактивный парк. В конкурсе участвовали несколько сот школ со всей России. Средства, а это 10 миллионов рублей, уйдут на реализацию интерактивного парка «Этно-Хакатон». Сохранение культурной самобытности каждого народа, ее поддержка и дальнейшее развитие – серьезный вклад в патриотическое воспитание, считают педагоги школы. Наша школа является ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2005 года. Одним из направлений ее работы является изучение всемирного наследия ЮНЕСКО. Дети, конечно, активно участвуют в этом проекте с удовольствием, потому что они видят результаты своего труда и для портфолио очень много имеют. Современные дети уже давно говорят на языке цифры. Они готовы осваивать новые технологии. Уже с младших классов ребята здесь рисуют 3D-ручками и занимаются программированием. У нас было сделано сначала программу для яйца, потом для корзинки. Для яйца нужна была программа для того, чтобы она падала в случайных местах. На базе школы создадут современную лабораторию, участники которой займутся разработкой приложений для гаджетов по сохранению и популяризации культуры, образованию народных традиций малых народов России, Чувашии, Татарстана, Мариэл, Мордовии и Нижегородской области. В век цифровизации мы решили применить такой инновационный подход, потому что, как правило, традиции культуры народов преподаются и даются детям в таком обычном и привычном формате. А здесь это что-то новое, что-то интересное. В рамках проекта пройдут всероссийские творческие конференции, экскурсии в соседние регионы. Работа в этом направлении будет продолжена. Инна Спотапова, Георгий Кривошейн, Республика.